Два дня назад из всех уголков мира начали поступать сообщения в техподдержку. В Поппи Плейтайм видели человека, очень похожего на Влада А4. Это был обычный зимний день, 13 декабря. Рано утром я проснулся, сразу сел за комп и стал играть в Поппи Плейтайм. Ну а что? Уже пару дней я живу спокойно. Ни следа, ни хаги-ваги, ни киси-миси у меня в квартире нет. Почему бы и не поиграть? Блин, школа! Я как бешеный стал бегать по дому в поиске пивника, ручки и тетрадок с учебниками. Самое главное взял, так пойду и так уже опоздал. Хоть на улице потеплело, а то мороз был минус 15. Да что я бегу-то, все равно уже полурока прошло, ко второму сразу пойду. Через 4 урока я грустный шел молча из школы домой. Рядом шагал Мишка и пытался меня поддержать. Ой, да ладно тебе, Дэн, подумаешь, двойку получил, такое с каждой может случиться. Ты же знаешь, что это не просто двойка, Миш, а по математике, по контрольной. У меня теперь точно за год тройка выйдет. Ну ничего страшного, Дэн, это не выйдет. У нас еще есть целых две недели, чтобы все исправить. Я тебя поднатаскаю и научу. Мишка почти до самого дома шел рядом и рассказывал, что за две недели можно до Луны и обратно слетать, а не то, что какую-то контрольную исправить по математике. В такие моменты я очень люблю своего друга и вообще я рад, что мы помирились после прошлой ссоры. Не понял, их нету. Что такое? Что случилось, Миш? Да я, по-моему, ключи потерял. Или, скорее всего, их дома оставил, возле зеркала, когда в школу собирался. И получается, мама только через полтора часа домой вернется. Дэн, а можно я посижу? Да конечно, дружище. Какие вопросы-то? Погнали. Чувствуете себя как дома, Михаил. А ты чего это, Дэн, меня на вы называешь? Заболел что ли? Дай-ка лоб потрогаю. Ну а как иначе-то, Миш? Смотрите, стильный какой весь. На бренде, в корявом влоге. Это да, я у Дениса на сайте заказал. Там сейчас огромные скидки до Нового года. Ну вообще-то, Миш, я сам там заказываю. Смотри, я включил ком, зашел на ютуб канал Корявый Влог. Вот тут ссылка под каждым видео на магазин Корявый Влог. Да знаю я. Я там себе такую же худи заказал на сайте. Такую же как это, так и черную. Так, выбираем мужские толстовки. Вот такую? Да, точно она. Смотри, какая красивая. Да, суперская. А еще тут полно одежды из игровых тематик есть. Смотри, Бравл Старс, Майнкрафт, Стенд оф 2, даже Поппи Плайтайм есть. О, какая-то смс-ка пришла. Заказ ожидает в пункте выдачи. Поздравляем с покупкой. Офигеть, Дэн, как раз это моя черная крутая худи пришла. А пойдем вместе заберем. Погнали со мной. Мы с другом обулись, вышли из дома, пошли в пункт выдачи Озон. Хорошо, их по всему городу полно. А то так ходить по холоду зимой не очень хочется. Через пару минут мы уже дошли до места. Мишка получил заказ, решил примерить прямо там. Да уж, ну нетерпеливый он, конечно. Хотя и я такой же. Ну как, Дэн? Вообще по кайфу, Миш. Очень стильно смотрится. Тоже себе такую заказал. Жду, как придет. Всю оставшуюся дорогу до моего дома Мишка демонстрировал свою одежду. Раньше говорил, что не будет корявый влог носить, а теперь радуется. Дэн, ты не понимаешь. Смотри, что написано. Корявый влог Тим. Тим это команда. Значит, мы в команде корявого влога. Ну да, тут и не поспоришь. Кстати, ребят, если вы тоже хотите оказаться в нашей команде, то переходите на сайт корявыйвлог.ру и заказывайте нашу одежду. Ссылка в описании. Ладно, Дэн, уже, наверное, больше часа прошло. Я пойду, наверное, домой. Это, спасибо, что со мной за хуй не сходил. Давай. Мы попрощались с другом. Я дальше пошел в сторону дома. Но далеко дойти я не успел. Почти сразу недалеко от меня остановилась знакомая машина. Пацан, садись быстрее, дело есть. Долго уговаривать меня было не нужно. Я тут же сел в машину к Денису. Он настраивал камеру. Что случилось? Неужели опять монстры объявились? Нет, пацан, тут другое. Держи камеру, как обычно, все снимай. Я ее уже включил. Я взял камеру, стал снимать. Ну скажи мне, ты когда последний раз видел ролики А4 на его канале? Ой, это уже даже не помню. Где-то месяца два, как он пропал. А я тебе скажу точно, пацан. 18 сентября. Уже почти три месяца прошло. Ну да, я уже очень давно его не видел. Скучаю по нему. У нас вся школа мечтает, чтобы он вернулся. А что, есть какая-то новая информация про него? Где он? Кажется, у него большие проблемы. За ним пришел Хаги-Ваги. А? Что? Офигеть, а вы тут что делаете? У меня чуть сердце от страха не выскочило. Я вас даже не заметил. Мы всегда на месте, когда нужна наша помощь. Вы сказали, за Владом пришел Хаги-Ваги. Что вы имели в виду? Пойдемте в дом, там поговорим. Заодно там же начнем квест по его поиску. Опять поиски, опять монстр. Эх, люблю я свою работу. Что, в лифте будем прыгать, Денис? Ты что, пацан, в лифте прыгать нельзя, застрять может. Так ты же в прошлый раз сам говорил. Тихо, ты не позорь меня, я на работе. Пока Денис с учеными снимали куртки, я попробовал быть гостеприимным. Чувствуйте себя как дома, ребят. Может чайку, кофейку, сачку. А, нет, сока нет. Давайте лучше сначала к делу, а потом уже попьем кофейку, чайку, сачку. Денис с учеными пошли в мою комнату и включили ком. А я пока любовался на черную худи Дениса. В черном цвете она мне все-таки даже больше нравится, чем белая. Вот смотрите, уже 49 роликов Влада А4 не снимался у себя на канале. Но есть одно но. Две недели назад вышел последний ролик с его участием. Он называется Следим за Кобяковым. Мы нашли Влада А4. Ого, а я и не знал. Я думал, Влада больше не было на канале. Но он там появился всего на несколько секунд. Как только его спалил Глент и Серега, он тут же убежал. Суть в том, что Влад вышел на связь с Кобяковым и сказал, что возможно он скоро вернется. А почему именно с Кобяковым он вышел на связь? Я думал, его лучший друг Глент. Это все уже не важно. Он не вернется, он заперт в игре. В игре? Ну как он туда попал? Почему вы так думаете? И вообще, в какой игре? Два дня назад из всех уголков мира начали поступать сообщения в техподдержку. Поппи Плейтайм видели человека, очень похожего на Влада А4. Именно поэтому мы и пришли к тебе домой. Нам нужно проверить, не было ли здесь появления монстров за последнюю неделю. Да не было ничего такого вроде. Я даже Поппи Плейтайм играть начал сегодня утром. Что? Ты играл? Ты дошел до Хагиваги? Не, его там не было почему-то. Быстро все ищем следы Хагиваги, либо Кисси Мисси. Должно быть что-то здесь. Ребята стали как бешеные носиться по квартире и обыскивать ее. Они заходили во все комнаты, проверяли каждый уголок. У меня пусто, как будто здесь вообще никого не было. Тоже все чисто. Молоко на месте, тоже никаких следов. Выходит, они сразу вышли из квартиры и стали искать Влада. Кто вышел? Монстры? Да, Хагиваги. А какого Влада? А4? Да, к сожалению, именно его. Здесь ничего, никаких зацепок. Я даже не знаю, что делать, как ему помочь. Ребят, я, конечно, не уверен, но вот эти розовые волосы, это не зацепка? Просто их раньше тут не было. Офигеть, это шерсть. Вроде Кисси Мисси, а вроде и нет. На, посмотрите, девчонки. Похоже, но какая-то грубая. А это что за ключи здесь лежат? А, это от моей старой квартиры. Захожу туда иногда. А вот, кажется, и зацепки подъехали. Поехали туда. Мы с ребятами быстро накинули куртки и выбежали из дома. Пипец, уже темнеет быстро. Время только 4 часа. Играть ты сел 2 дня назад. Значит, Хаги мог затащить Влада в игру только 2 дня назад. Но где он был раньше? Но Хаги мог проникнуть в реальный мир раньше, чем 2 дня назад. Я ничего не понимаю, если честно. Зачем Хаги-Ваги Влад А4? Медийность. Этот монстр почему-то охотится за главными звездами страны. Сначала Бузова, теперь Влад. Я мало что понял из рассказа ребят. Дальше я просто ехал молча и смотрел в окно. Интересно, что будет дальше? Но повлиять на это я точно не могу. По крайней мере, не знаю как. Все, выходим. Пойдемте смотреть. Если мои предположения верны, а они скорее всего верны, то эта квартира как-то связана с передвижением Хаги. А там мы до Влада доберемся. Мы вышли из машины, пошли в сторону дома. Ни по дороге, ни возле подъезда никаких подсказок не было. Пошли вовнутрь, может там что-то будет. Смотрите внимательнее. Следы Хаги Кисси Мисси могут быть где угодно. Осматривайте каждый сантиметр. Вскоре мы поднялись на последний этаж. Там нас ждал большой сюрприз. Не понял. А ты здесь чего делаешь? Возле двери моей старой квартиры сидел бомж Игорь. Он смотрел в одну точку и ничего не отвечал. Алло, что случилось? Ты живой вообще? Да я это... Прикиньте, я... Да что вам рассказывать? Вы все равно не поверите. Да говори ты уже! Я, короче, ребят, прикиньте, Буза увидел. Живую. Что? Где? Куда она пошла? Там в квартире должна быть. Она сюда зашла. Я ее, как увидел, сразу за ней пошел. Она закрылась. А ключей-то у меня нету. Вот я и сижу, кроулю ее. Зато у нас есть. Открывайте дверь. Ученые открыли квартиру. Мы все вместе пошли ее обыскивать. Мы проверили все комнаты. Даже балкон. Не то, что Бузовой. Вообще ни одного живого человека здесь не было. Ты точно ее видел? Как тебя? Я ее, это, ни с кем не спутаю. Олечку мою. Никого нет. Значит, она переместилась в игру только сегодня. А Влад вообще еще в реальной жизни. Но как тогда объяснить сообщение людей о том, что Влад найден в игре? Да, слушаю. Вы серьезно? Это точно он? Что? Что случилось? Влада А4 только что видели в лесу Тульской области. Не спрашивайте меня ни о чем. Да что это все за бред? Мы же уже искали его. Я стал рассказывать ученым, как это было. Это был обычный выходной день. Я лежал на кровати у себя в комнате и смотрел ролики Влада А4. Я посмотрел большая, средняя или маленькая еда челлендж. Влад А4 пропал. 100 жутких дырок и только одна, чтобы сбежать. Что? Влад А4 пропал? Серьезно? Не может этого быть! Я тут же вскочил с кровати. Сел за комп. Стал пересматривать ролик. Влад А4 пропал. Но это по-любому все постанова. Не могут ребята из его команды не знать, куда он делся. Хотя, может он пранканул их и не сказал специально. Чтобы была более крутая реакция на его пропажу. Размышляя об этом, я заметил, как в комнату зашла сестра. Лицо у нее было не очень дружелюбное. Странно. Вот смотрю на тебя и думаю, как ты еще своей пятой точкой к стулу не прирос. Ирин, вот сейчас вообще не до твоих шуток. У меня горе случилось. Да даже не только у меня, а у всей России. Даже у всех стран СНГ. Сестра внимательно осмотрелась по сторонам. Окинула взглядом меня и компьютер. Странно. Свет дома не отключили. Интернет работает. Ютуб, к сожалению, тоже не отключили. Ну хватит издеваться уже, Ирин. Вообще-то я серьезно. Это горе для огромного количества людей. Ладно, говори, что случилось. Ужасная вещь, сестра. Мы все просто в шоке. Представляешь, Влад А4 пропал. Да ладно. Ничего себе. Горе-то какое. А кто это? Чего? Ты серьезно не знаешь, кто такой Влад А4? Понятия не имею. Я был просто в шоке. Как можно не знать про самого популярного блогера русского Ютуба? Я стал быстро рассказывать сестре, кто он такой. Перечислять все его заслуги. Я, кажется, поняла. У меня сын подруги его смотрит. Целыми днями только о нем и говорит. Да о нем почти каждый говорит, кто русский язык знает. Но самое главное не это. Самое главное, что он пропал. Уже больше двух недель ролики выходят вообще без его участия. Понятно. Мусор сходи выкинь и молока купи. Деньги я тебе на выходе положила. Постой, Ирин. Какой мусор? Ты что, не поняла? Горе-то какое случилось? Неужели ты такая бессердечная? Это ты, видно, не понял. Как твой Влад А4 мог пропасть, если на его канале по-прежнему продолжают выходить ролики? Пипец, а ведь и правда. Ролики же выходят. Уже целых 12 штук выпустили на его канал без хозяина. Ничего себе у меня сестра умная. Стоп, а может Глент с друзьями сделали с ним что-то нехорошее? Отняли канал и сейчас выкладывают на нем ролики, чтобы заработать. Ладно, на улице подумаю. Сестра все равно не отстанет со своими домашними делами. Безжалостная. Я взял мусор. Надел теплую курточку. Красивые кроссовки. Вышел на улицу. Пипец, здесь холодно уже стало. Нужно быстрее все сделать и домой бежать в тепло. О, надо будет посмотреть, какая сейчас в Беларуси температура. Может Влад замерз? Я выкинул мусор. Только хотел идти обратно, как увидел знакомых бомжей. Они были очень грустны. Я решил поинтересоваться, что у них случилось. Здравствуйте, дядя Игорек и тетя Ленка. А чего это вы такие грустные? Случилось что? На вас лица нет. Говорю, пацан, такого даже врагу не пожелаешь. Ого, а что случилось? Влад А4 пропал. Знаешь, туповый блогер такой. Игорек его фанат был. Да я знаю, сам в шоке. Вы тоже его смотрите? Да ты что, пацан, я уже больше трех лет его смотрю. Ни один выпуск не пропускаю. Даже, как сейчас помню, на Новый год это пить не стал, чтобы встретить выпуск его трезвого. Да, я поэтому и люблю А4. Игорек с ним меньше пьет. А вы не знаете, что с ним могло произойти? Почему его больше нет в роликах? Есть предположения? Да я думаю, он просто устал сниматься. А что, денег полно, на отдых полетел. Я бы тоже так сделала. Это, да и планетяне его забрали. Точно вам говорю, он бы иначе никогда не перестал сниматься. Да уж, интересные версии у бомжей. Но самое прикольное, что даже они его знают. Реально топовый блогер. Эх, жалко в роликах не появляется больше. Я дошел до магазина, купил молока, на обратном пути увидел странную картину. На дороге стояла машина с открытой дверью и без хозяина внутри. Интересно, кто додумался дверь в тачке нараспашку оставить? И вообще, у меня такое ощущение, что я где-то видел эту машину. Ну точно. Не успел я до конца осмотреть машину, как увидел бегущего сюда дядю Дениса. Теперь-то понятно, чей это джип. Садись, давай быстрее. Я не думая, тут же запрыгнул в машину Дениса. Мы поехали. Денис очень сосредоточенно и быстро вел машину. Сначала мне даже не хотелось его отвлекать. Мало ли что. Но через примерно минут 10 дороги любопытство победило. Дядь Денис, это... Вы меня извините, конечно, но куда мы едем? Ты не поверишь, пацан. Влад А4 пропал, и я занимаюсь его поисками. Ну как же не поверю? Я сам его фанат, и давно слежу за этой ситуацией. Ну тогда ты очень удивишься. Возможно, даже обрадуешься. Вы загадками какими-то говорите, дядь Денис. Чему я обрадуюсь? Чему удивлюсь? Вместо ответа Денис резко остановил машину. Давай, садись быстрее. Залезай. Я обернулся. В машину залезла знакомая девчонка из моей школы, Лизка. Ну что, где он? Ты точно его видела? Да, минуты две за ним наблюдала. Туда пошел со своей девушкой. Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит? За кем вы наблюдаете? Кого ищете? Это Влад А4, он появился в нашем городе. Чего? Да ладно, вы гоните. Он же в Беларуси живет, в Минске. Пять минут назад его видела своими глазами, вместе со своей девушкой. Ну что ему здесь делать в Туле? Ну тут, она рядом с Москвой. Может он решил в столицу перебраться, а здесь проездом просто. Так и остановился бы тогда сразу в Москве. Зачем ему здесь быть? Я-то откуда знаю, говорю же, видела своими глазами, в пяти метрах от меня были. Ой, да не видела ты его. Тихо вы, смотрите, девчонка какая-то, не ее ты видела случайно? Да, это точно она, девушка Влад А4. Ну что, съел? Может это и не она вовсе, просто показалось. Ну это мы сейчас и выясним. Значит аккуратно все выходим из машины, сейчас будем вести наблюдение. Ближе к пятидесяти метров не подходим, громких звуков не издаем. Ну что, сидите-то? Особое приглашение ждете? Пошли потихоньку. Интересно, куда она идет? По-любому как-нибудь она нас выведет в Владу А4. Рано или поздно. Смотрите, в магазин зашла. Наверное, покушать Владу взять, что-нибудь вкусненького. Чипсов с колой по-любому, они их часто в роликах едят. Ну скоро она там выйдет-то уже. О, смотрите, выходит. Странно, что она без пакета, не купила что ли ничего? Может за квартиру ходила платить? Вообще, за квартиру можно из телефона платить. А может деньги закончились? Или положить ходила? А дома что, нельзя положить? Ой, да пофигу зачем она ходила, нам главное сейчас Влада найти. Вот именно, кстати где она? Не понял, только что же там была. Пошли быстрее искать. Ну все, нет ее, потеряли. А я вам говорил, надо с нее глаз не спускать. Как мы теперь ее найдем? Она была единственная зацепка. Ты такого не говорил. Ну я имел в виду, мы же следили за ней. Блин, ну пипец, как мы могли ее упустить? Ой, да ладно вам, дядя Денис, может еще встретим. Да где мы ее встретим? На районе что ли будем стоять ее целый день ждать? Хотя, это крутая идея. Какая? Давайте разделимся. Каждый встанет на своем участке и будет ждать девчонку Влада. А там может и самого Влада увидим. И сколько нам так стоять? Ой, сколько надо, столько и будем стоять. Вы прикиньте, самого Влада А4 найти первым в мире. Ладно, все, давайте расходимся, а то теряем время. Я туда пойду. Тогда я в ту сторону, а ты в ту, пацан. Мы разошлись по трем сторонам. Мне выпало сторонам возле детской площадки. Ого, тут и кольцо баскетбольное есть. Жалко, мяча нет. Я сел на лавочку, стал наблюдать за происходящим. Повезло мне со стороной. И посидеть есть где. И на площадку вид прикольный. Не скучно наблюдение вести. Да, слушаю. Алло, как там у вас дела? Да нормально все, пока тишина. Да, у меня тоже все чисто. Хотя стоп, кажется идет. Точно, она идет. Следи за ней, вообще глаз с нее не спускай даже. Мы сейчас подойдем. Только это, смотри там аккуратнее, чтобы не спалило тебя. Я встал с лавки, стал наблюдать за девушкой Влада А4. Мяч баскетбольный взяла зачем-то. И кольцо идет, играть походу будет. Уже через минуту ко мне подошли ребята. Ну как тут? Ага, баскетбольщик она поиграть захотела. Ладно. А может подойдем к ней? Спросим про Влада? Да, узнаем почему он не снимается. Ну что, совсем что ли? Сейчас ее спугнем и вообще Влада тогда не увидим. Будем ждать, пока она наиграется и потом проследим за ней. Интересно, сколько она играть будет? Может час, может два. Ой, да ладно. Посмотрите, как она криво кидает. Прямо что в кольцах попасть не может. Сейчас минут 10 покидает и уйдет. Мы стали наблюдать за этим супер игроком. Кидала она очень коряво. Попадала, наверное, каждый третий или даже каждый четвертый бросок из-под кольца. Она по-любому в МБА играет. Майкл Джордан в молодости. Да когда она уже наиграется? Во, мяч взяла. Пошла куда-то. Походу все. Погнали за ней, только не палимся. Мы снова направились за этой девушкой. Пошла она по какому-то неожиданному маршруту. Странно. Такое ощущение, что она идет к моему дому. Ну может по дороге просто или путь сокращает. Хотя нет, смотрите, двери подходят. Офигеть, и ключи у нее есть. Это что же получается? Влад А4 сейчас живет в одном доме с тобой. Не нравится мне все это. Побежали быстрее в подъезд, посмотрим на какой она этаж поедет. Поверить не могу, сейчас подъехать на лифте, на котором самый популярный блогер ездит. Не понял, у меня глюки или она на мой этаж приехала? А это значит, что Влад А4 живет с тобой на одной лестничной клетке. Погнали быстрее, может хоть успеем одним глазком на него взглянуть? Офигеть, у меня руки трясутся. Никогда так не волновался. Интересно, в какой квартире он живет? Ну только представьте, с одной из этих дверей живет сам Влад Бумага. Это просто фантастика какая-то. А может позвоним по дверям, тогда и узнаем, где он живет. Может пообщаться сможем даже. Ты что, прикалываешься? Мы не будем его тревожить. Вдруг он работает, там ролик новый придумывает. Пойдем лучше к тебе пока посидим. Будем за квартирами через глазок следить по очереди. Пойдемте, может пока кофейку попьем? Ну вы пока идите, а я посмотрю в глазок. Может Влад А4 выйдет, я его спалю сразу. Мы с Лизкой пошли на кухню. Не понял. Это что, сон? Лиз, смотри. Там девушка Влада у нас в комнате. Офигеть, реально? Ну все, я за себя не отвечаю. Извините, пожалуйста. Вы, конечно, очень популярны. Ваш парень Влад А4 и все такое. Но это уже перебор. Это моя квартира. Как вы здесь оказались? Чего? Ты вообще на своем Владе что ли помешался? Офигеть, Ирин, это ты? Ты что, имидж сменила? Ну да, новую одежду купила. Я люблю все яркое. Обалдеть. И это твоя девушка Влада? Да, Лиз? Ну я правда его видела. Или может обозналась. Мы все стояли в комнате и смотрели на Лизку. Как ты могла подумать, что Ирина девушка Влада А4? Ты ее лицо вообще видела? Да там вообще непонятно было. Издалека похожа была. И вообще она рядом с Владом шла. В смысле рядом с Владом шла? Ирина, мы что-то не знаем? Да все вы знаете. Что вы вообще ее слушаете? Она вам такого напридумывает? Ирина стала долго рассказывать нам, что она никак не могла идти рядом с Владом А4. Голос у нее был очень неуверенный. Как будто она что-то скрывает. Все понятно. Значит, Лизе реально показалось. Да ничего мне не показалось. Говорю вам. Ой, ладно, все, иди, жди к машине, я сейчас выйду, давай. Лизка обиженная пошла в коридор. Обулась и вышла из квартиры. Может еще какие-то варианты есть, где может быть А4? Да вариантов-то полно. Но было бы очень круто, прикиньте, если бы он был в нашем городе. Ага, представляете, встретить его у себя на районе. Или вообще в соседнем доме. Во время моей последней фразы Ирина опять поменялась в лице. Точно чего-то скрывает. Сестра, с тобой все в порядке? Да все хорошо. А что такое? Да просто, когда я говорил, что было бы неплохо Влада в соседнем доме встретить, ты резко покраснела почему-то. Ой, да ладно, тебе постоянно что-то кажется. Нормально все у нее с лицом, да, Ирина? Конечно, нормально. Все, я пошла обед готовить. Как только Ирина ушла на кухню, я сразу обратился к Денису. Вы разве не видите, что она чего-то скрывает? У нее на лице это написано. Да вижу, конечно, но сейчас главное ее не спугнуть. Будь дома и глаз с нее не спускай. Если будет куда-то уходить, тут же иди за ней, только аккуратно. Да, я все понял. Я проводил Дениса, вернулся к себе в комнату. По-любому она чего-то скрывает. Знать бы что. Эх, и Влада А4 так и не встретил сегодня. А так надеялся. Он же самый популярный видеоблогер во всем СНГ. Кстати, интересно, сколько у него уже подписчиков на Ютубе? Я включил комп, открыл канал Влада. Офигеть, 35 миллионов. Это что же получается? Его уже нет целых 14 роликов, а подписчики продолжают прибавляться. И просмотров десятки миллионов. Странно как-то это все. Ладно, сейчас моя задача следить за сестрой. Потом, может, и Денис чего-то придумает. Куда же он мог деться? Уже третью неделю не появляется. Ребят, напишите в комментариях, где, по вашему мнению, сейчас Влад А4. Куда он мог деться? Почему он больше не снимается в роликах? И что это было? Я реально видела ее с Владом. Давай, садись в машину, там поговорим. Я специально не стал на нее давить и прервал тебя. Ну и зачем? Видно же, что она врет. Ну и что мы ей скажем? Что ты врешь? Говори, где А4. Гораздо лучше проследить за ней, когда она опять за ним пойдет. А если не пойдет? Ну... Вам чего? Это, премного извиняюсь, любезный. А не будет ли у вас немного, это, денежек? А то очень что-то пить охота. Ладно, я сегодня добрый. Сколько надо? Да нам, это, немного надо. Рублика 50, 100, ну может, тысячу. Чего? А немного тысячи-то? Ой, да ладно, дай 100 рублей и хватит с них. Вот, держите 200 и больше нас не беспокойте. Чего так мало? Давай еще, у тебя вот сколько. Тихо ты, извините, малька, потому что она из деревни. Пошли отсюда. Что-то совсем бомжи наглые пошли. Да уж, не то слово. Короче, пацан будет следить за Ириной, чуть что, сразу пойдет за ней. Мы, если что, тоже присмотрим за ней отсюда. Тут отличный обзор. Главное, чтобы она нас не заметила. А это будет непросто. В смысле? Почему непросто? А ты назад посмотри. Да что вам еще надо? А, да это, мы пошли в магазин, а там, прикиньте, вода подорожала. То есть, если возьмем воду, сосиски нам уже и не хватит. Вот, держите еще и валите отсюда. Ой, спасибо. Теперь уже хватит даже на две бутылки сосисок. Пошли отсюда. Все, достали. Отъедем отсюда и будем с другого конца смотреть. Ага, а то они еще раз пять подойдут. Я сидел в комнате и листал ролики на канале Влада. Последний раз он снимался в видео, где они охотились на картун-дога. Может, он его ранил и А4 сейчас лечится в больнице? Хотя нет. В ролике Влад А4 пропал, он же был в кадре. А это всего неделю назад. Офигеть, вот это я узнал. Получается, Влад А4 никуда не пропадал. Так как неделю назад он был в Минске на съемках. Надо срочно поделиться об этом с ребятами. Хотя нет, не буду пока говорить. Потом сюрприз сделаю. Ого, что это она там делает? Готовит походу. А нет, приготовила уже. Еду зачем-то в мешок кладет. Странно. Я стал потихоньку наблюдать за сестрой. Она сложила еду в пакет, пошла одеваться в прихожую. Ирин, а ты куда? К подруге пойду. У меня там дела по работе. Ой, знаю я твои дела. Опять в салон красоты свой пойдешь. Нет, правда к подруге? В кафе посидим, дела по работе обсудим. Ага, нашла дурака. В кафе она пошла посидеть с пакетом еды. Я набрал Денису. Алло, дядь Денис, она выходит из дома. Зачем ты еды приготовила и с собой взяла? Понял тебя, слежу за проходом. А ты давай одевайся и беги к нам. Еды приготовила. Походу, Влада кормить собралась. Интересно, зачем ему это? Он со своими деньгами может что угодно заказать себе на дом. Не знаю, может домашнюю еду любит. Я быстро оделся, обулся, выбежал во двор. Так, Ирина, Ирина, Ирина. Да где ты есть-то? А, вон она. Идет сестренка. Ничего не подозревает. Я добежал до машины с ребятами. Они уже как раз меня ждали. Пешком пойдем. Машину нас сразу заметит. Блин, дождь еще этот совсем не в тему пошел. Мы шли за сестрой еще, наверное, минут 15. Погода была просто ужасная. Совсем не до слежки. И что она на такси не поехала? Зачем в такую погоду пешком идти? Понимает, что за ней может быть слежка. И чтобы нас запутать, если что. Ребят, мне кажется, или она в нашу старую квартиру идет. Выходит, она там спрятала Влада? Да ладно вам, уж в это я точно не поверю. Зачем популярному блогеру-миллионеру жить в старой пятиэтажке? Ой, знаешь, у этих богатых у них свои причуды. Ему главное, чтобы фанаты не приставали. Точно, здесь никто не подумает, что может самого Влада А4 встретить. Смотрите, заходит. Быстрее за ней, сейчас все узнаем. Мы потихоньку дошли до подъезда. Стали подниматься по лестнице. Жесть, с каждым шагом думал, что сейчас встречу настоящего Влада А4. Даже не верится. А я-то как волнуюсь, дядь Денис. Я его фанат с детства. Да ладно, хватит его переживать. Сейчас его увидим. Ох, все, сейчас уже заходим. Только тихо. Мы потихоньку зашли в мою старую квартиру. Осмотрелись. Там никого. На кухне тоже тихо. Значит, в комнате. А вы тут что делаете? Мы что делаем? Это ты все зачем бомжей привела? Да вам что, мало что ли? Два раза вам денег давали. И не орите на них. Они тоже люди. Поесть хотят. Ирина, ну серьезно. Могла бы сказать, что Игорька с Ленкой кормишь. Мы бы за тобой не следили. Время не тратили. Чего? Ах, вы за мной еще следили? Да я вас... Мы все начали ругаться. Под шумок бомжи решили не участвовать в нашем конфликте и быстро ушли. Ладно, все, хватит. Влада здесь нет, мы уже поняли. Так кого ты там на самом деле лис видела возле Ирины? Да какой-то парень ярко одетый. Выходил с ней вместе из дома. Все понятно. То есть лиц ни одной, ни второго ты не видела? Нет, но они были похожи. Ну и зачем было обманывать? Ой, Ирин, на твоем месте я бы помолчал про обман. Что? Это в чем я тебя обманула? Ну да, с подругой по работе в кафе встретилась, да? Хорошее кафе. И подруги классные, одеты сильно. Вообще-то я хорошее дело сделала. И что, из-за хорошего дела нужно врать? Ладно, все, хватит. Пошли на улицу проветримся, а то вы друг друга поперебиваете скоро. И нормальные. Зачем ты сюда пешком только шла? Могла бы на такси доехать. Мы бы тогда за тобой на машине следили. Сама не знаю. Про гуляцию что-то захотелось. Да уж, сестра, в такую погоду только гулять. Ой, иди молча, а. Так какие у нас могут быть еще варианты? Где сейчас может быть А4? Ну, по последним версиям, что я видела в интернете, он в фильме уехал сниматься. Да, он об этом в интервью говорил. И в сторище. Там 30 дней нужно минимум, чтобы сняться. Он сам говорил. Ну, получается, все сходится. Там в последнем ролике ребята говорили, что его последний раз видели 15 сентября. А сегодня у нас уже... 14 октября. Ну вот, значит, завтра и послезавтра должен появиться. Я долго шел за ребятами и слушал их разговор. У меня была крутая новая информация про Влада. Но я не спешил ее рассказывать. Хотел насладиться моментом. Ну, а ты чего молчишь-то, пацан? Нет мыслей? А мне-то что думать? Я и так знаю, где Влад. Да, и где же? Неделю назад вышел ролик, где Глент, Кобяков и Серега смотрели на Влада типа с камер наблюдения. Ну, помните ролик «Влад А4 пропал»? Так, и что? Говори уже, не тяни. Они говорили, что видели Влада 15 сентября. А ролик вышел в начале октября, понимаете? Камера столько не держит, у них памяти не хватит. Вот именно. А значит что? Что Влад в том ролике снимался. Выходит, он совсем недавно был на канале? Да, живой и здоровый. Подождите, ну даже если так, где он был все это время? Его три недели не было, он не выкладывал нигде посты, ни ВКонтакте, ни сторисы, ни поста, ничего. Пойдемте домой, может в интернете еще что про него накопаем? Погнали. Да, в такую погоду только расследованиями заниматься. И что-то на машине не поехало. Все, давайте сейчас каждый зайдется за комп или за телефон и будем искать новую инфу про Влада. Да, да, я уже гуглю. По-любому что-нибудь новенькое найдем? Ну а я тогда за комп сяду, на нем искать буду. Стойте, я придумал. Что такое? Я тоже видеоблогер и у меня канал Миллионник на Ютубе. Ну да, и чего? Я напишу коммент под последним роликом Влада, может его подписчики знают где он? Прикольная идея, только вряд ли сработает. Денис написал коммент, мы стали ждать результата. Прошло 5 минут, 10, 15. Ну как там? Ого, у тебя галочка есть? Да что-то не густо. Конечно, комменты надо писать, когда новый ролик вышел, поэтому уже больше суток. Нифига себе, ты умный. Ладно, пошли лучше воздухом подышим свежим, может в голову что-то придет. Тогда на балкон пойдем, а то вдруг там дождь. Ох, как здесь круто, свежо. Ну что, есть у кого еще идеи? Вот Пск улетел. А что, с его деньгами на Мальдивах жить можно? Да, я бы тоже на Мальдивах жила. Странно, ни одного фото с моря ни у него, ни у его девушки нет. Ну значит правда, в фильме снимается. Или заболел. А может инопланетяне похитили? Это только тебя мог инопланетяне похитить. Стоп, вы заметили? Что? Да нет, вроде все как обычно. Мы уже общаемся как Глент, Кобяков и Серега в ролике. И что? Совпало просто. А может просто стоит верить ролику? В нем же есть подсказки, собрав которые мы сможем понять, где сейчас Влад. Ну да, они и сами в ролике об этом говорят. Это, ребят, простите меня, конечно, но меня это уже все достало. Я пошел в дом. Че это с ним? Странный какой-то. Достали все эти поиски, рассуждения, версии. Пойду колу себе лучше куплю. Выпью и успокуюсь. Очень ее люблю. Даже эксперименты с ней проводил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok